Всем привет! Мы Тимура и Лаура Помбетовы. Да, это Махабад Квиз специально для Эль Казахстан. Мы сегодня в гостях. Переживаем, честно говоря. Особенно я. Но нам тут прислали вопросики, которые, надеюсь, будут интересны и для вас тоже. Ну и сейчас мы поймем, кто будет начинать? Ты, Илья? Ну давай ты. Нет, давай с вами множить. Ну потому что ты не посчитала. А, я начинаю. Окей, ладно. Ты упоминал, что работал с Лаурой коллегами. В какой момент ты начал испытывать к ней симпатию? Как долго ваши отношения были тайные для коллег? Вопросы как будто писали наши бывшие коллеги. Все возможны? Да, мы действительно работали вместе. В 2018 году Лаура пришла на собеседование к нам в компанию. Проходила мимо, решила, что мне здесь не поработать. Вот. И я помню, что она произвела тогда впечатление на нас с коллегой. Мы вместе проводили собеседование. Поняли, что она супер overqualified для позиции, на которую она была соизгателем. В общем, мы придумали ей другую позицию, взяли другую компанию. Мы, наверное, где-то год работали или полгода. Чуть больше, чем полгода, да. Потом я думал, какая классная девушка. И у нас был классный корпоратив новогодний. И я ей написал. Ну, как написал? Я, в общем, я стал говорить, у меня есть классные фотографии с корпоратива. Хочу, отправлю. Типа того, потому что до этого мы только коллеги общались. И, в общем, я ей отправил фотографии. А он сам находился в Америке, чтобы вы понимали. А я в Америке в это время. И что-то такое у меня игривое настроение. Думаю, какая классная девушка. И аккуратно, шаг за шагом, потому что мы коллеги, чтобы она не подумала, что крип какой-то, который к коллегам пристает, осторожно на 48 вопрос спросил, встречается ли она. На что она сказала, что она сейчас, да, в отношениях. Я подумал, ну, ладно, ладно. Я не знаю, зачем я так сказала, на самом деле. Оказывается, не была в отношениях тогда, но так вот сказала. Я говорила так всем. Ну, и я хуже выглядел тогда, честно слово. Поэтому я ее понимаю. Да нет, ну, типа, я же относилась к тебе как вообще на уровне шефа. Да, да. Ну, если забегать вперед, мы уже ходили на свидания. Она до сих пор со мной разговаривала на «вы» и такой жду. В итоге, через, еще через полгода, то есть уже через год, я веду программу. Если честно, мне нужна еженедельно одежда для эфиров. И Лаура нашла спонсора, который готов был предоставлять одежду. И мы ходили вместе, выбирали с ней образы на несколько месяцев вперед. Я делал переодевашки и показывала, она говорила, да, нет. Я хотела же кофе. Да, один раз я хотел ее угостить кофе, позвать после. Уже когда во мне какие-то чувства у меня появились. Она такая, а я с подружкой ухожу. И такой во второй раз. Вот примерно тогда, наверное. А потом мы всей командой, и тогда еще Гаку, поехали на фестиваль молодого вина. Гаку Вайн. Да, и поехали на фестиваль молодого вина. И там мы, там я понял, что я хочу с ней. Она танцевала у сцены, я подбежал. Она довольная, счастливая. Я стала со мной танцевать. И я понял, что я хочу с ней танцевать всю жизнь. Вот. Такая... И... 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 И после этого стал предпринимать определенные такие уже серьезные шаги, потому что думал, блин, сейчас, сейчас, если я не подсуетиться, то кто-то может сделать шаг раньше меня. Да? Разве сразу после этого было? Нет, ты после этого уехала. Да. Потом у нас был фестиваль Гакуда Усе. Потом мы все отходили от фестиваля. И после этого вот сентябрь весь был загружен. И с октября мы начали встречаться. А, да, точно. Да. Все таки было. Так. И как долго ваши отношения были тайны для коллег? Мы начали встречаться с Лаурой в октябре. В открытую мы сказали одной из наших коллег, наверное, через месяца два. А остальные постепенно стали узнавать уже после Нового года. Ну, потому что мы не скрывали в целом. Мы везде гуляли, за ручку ходили. И в городе нас уже… Кроме квадрата, где наш офис был. Да. И в городе нас уже там начали замечать коллеги. Ну, и слухи начали распространяться. Мы как бы не прям, чтобы скрывались, да? Да. Но так все постепенно и узнали. Ну, потому что это такое сокровенное. Хочется, особенно, чтобы вот эта первая стадия, она была только твоя. Ну, мы же не придем после первого свидания всему офису заявлять «мы пара». Поэтому, да. Ну, да. Потом просто еще и наступил карантин. Вот. Мы решили уходить с работы через какое-то время. Да, да. Потому что такое очень сложное и нестабильное было время, да? Угу. Вот. Да. Так все и было. Потом мы поженились. Давай, твой вопрос. Как Тимур впервые начал оказывать тебе знаки внимания? И как ты к этому отнеслась? Я вообще не знала, что он ко мне подкатывает. Потому что он слишком тактичный в жизни и везде в целом. Я думала, что мы дружим. Ну, потому что вопросы такие были, даже когда мы оставались наедине, там, общались. Вообще, там, не было ни намека, ни, там, подмигиваний никаких не было. Он, там, никак… Бывает же, вот, когда ты, там, общаешься с парнем, и он с тобой заигрывает, это очень заметно. А с его стороны, такой прям не было. Это вам на заметку. Не было прям такой вот… Слишком агрессивный, я бы сказала, да? Не, ну, потому что я искренне хотел с тобой сначала подружиться. Ну, да. Да, он вообще… Мы вели беседу, нам было интересно друг с другом. Ну, я думала, что мы такие классные друзья. И все ему рассказала. Абсолютно все. Там, и про семью свою, и про своих парней. Вот. И потом уже… Которых почти не было. Я вообще, да. Еще… Мы сидели в баре. Это был бармаглот. То есть, я там была частым гостем. И со мной все здоровались. И у меня все спрашивали, ты с кем? Я говорила, я со своим шефом пришла. Вот. То есть, два дня я говорила, что он мой шеф. А у меня внутри, как шеф? Я же… У меня же к тебе чувства. Я же не просто шеф. И потом уже на второй день… На второй день он просто мне сказал, что я ему нравлюсь. Я вообще была в шоке. Такая чуть-чуть ошарашенная. Ну, доверилась. Я просто сказала, хорошо. И все. Выколо ему, наверное, еще дня три, если не больше, да? Да. Да. Если не неделю. Вот. И так завязались наши отношения. Да. У нас, кстати, был первый поцелуй на светофоре возле… на перекрестке возле Покиса. Уэзова… Уэзова Абая. Абая. Да. Это теперь наш перекресток. Ну, мы так, типа, одеваемся. Подожди, ну, а как знаки внимания я начал тебе оказывать? Ааа. Да не было прям таких знаков внимания. Ну, для меня. Для меня это было просто в один день. И он мне сказал, что ему нравлюсь. И все, закрутилось и завертелось. Вот. Второй вопрос. Вы начали отношения в осознанном возрасте. Тем не менее, возникают ли у вас поводы для конфликтов? Как вы их решаете? Ооо, у меня есть классная история. Мы когда только встречались, у нас был такой прям… У нас был такой сладкий просто конфетно-букетный период. Мы оторваться друг от друга не могли. Я помню, что Лоура так ко мне прижималась и говорила, я так тебя люблю, ты никогда не будешь меня бесить. Я на тебя… Я никогда на тебя не буду злиться. Я говорила, я не знаю, что может такого произойти, чтобы я на тебя разозлилась. А я-то старше, я говорю, почерпи. Вот. Так и произошло, да. Не, то, что мы вступили в отношения не в 20-летнем возрасте, однозначно… Ну, и мы более зрелые, эмоционально стабильные люди, однозначно помогают. Но, конечно, мы люди, еще мы люди, у которых двое маленьких детей, и бессонные ночи, и все такое. Поэтому бывает, что мы просто… Ну, мы эмоционально истощены. Мы недостаточно спали, недостаточно ели. Мы не были там наедине очень много времени. И в такие моменты, наверное, ты больше поддаешься… Уязвим. Правильно. Иногда бывает, что мы друг друга можем недопонять, чаще из-за меня, из-за того, что я могу что-то сказать резко, не подумать, как я свою мысль доношу, или я могу быть, например, невнимательным к Лауре, к ее нуждам. И эти вещи только провоцируют. То есть, потому что и она, и я и так уставшие. А потом мы разговариваем. Остановись. Это не, честно говоря. Ты здесь конфликт? Нет, ну здесь типа все должно быть такое… Легкое. Мы такие ха-ха-ха. Не, ну подожди. Ты тут такой… Не-не-не, ну тоже важные вещи. Но в любом случае мы решаем… А мы делаем в своем. Да, конечно. Мы конфликты решаем тем, что мы разговариваем. Мы прям вот целенаправленно. И, кстати, это было осознанное решение в нашем случае, что мы не убегаем от конфликта, не прячемся. Ну да, ладно, можно я расскажу? Да. Была ситуация в самом начале… Я такая более закрытый человек и… Раньше была. Вот. Если был какой-то конфликт, я просто могла не разговаривать с человеком. Вот. У нас была одна… Только с человеком, с мужем не разговаривать. Тогда ты не был еще моим мужем. Ну уж с парнем хорошо, ладно. С любимым. Практически я была, да. Окольцована. Да. Была такая ситуация, я на него обиделась. А он, оказывается, там выбирал место, где сделал мне предложение. Вот. Мы просто недопоняли друг друга, я просто закрылась и не хотела с ним разговаривать. Но потом мы поговорили на следующий день и поняли, ну что это такое… Юношеский максимализм. Какой-то у меня был. Вот. Теперь мы разговариваем, все наши вопросы решаем. Даже если там есть слезы, даже если кто-то… ну кому-то из нас тяжело, мы все равно садимся и разговариваем. Вот. Это помогает. Это, мне кажется, на карандаш нужно тем, кто смотрит, что в любом случае нужно разговаривать. В любом случае. Ну к этому должны быть готовы оба партнеры. Да. То, что помогает. Договаривайтесь на берегу. Даже не теперь одним из увлечений Тивора был театр. В каких постановках он участвовал и почему перестал заниматься этим. Раньше у него было много свободного времени. Ты от вопроса не уходи. Ну вот. Не участвует он больше, да, потому что он целовался там с другими девушками. Шучу я, ладно. С одной. Шучу. Я не застала этот период, поэтому мне сравнивать не с чем. Ну типа я не могу сказать там, когда он был в театре, было вот так, а сейчас вот так. Нет. Просто сейчас у него слишком много работы и мало свободного времени. Мне кажется, вот из-за этого. Да? Да. В каких постановках он участвовал? В Золушке он был главным героем. А еще там что-то с лягушкой было, да? Нет? Да. Ну вот. Я просто не знаю название, не помню. «Три принца» называлась. «Сказка». Там я был одной из лягушек-принцев. И, пожалуй, все. Я больше не знаю, где он там участвовал. Правильно. Я участвовал в театре с девятого по семнадцатый год и участвовал в двух постановках. Ну, я же не знаю. Я же не скрываю. Да? Я знаю. Это было до Лауры. Она не следила. И я никогда ей не показывал. То есть, я не говорил. Я смотрела Золушку и вот знаю из круга общих друзей, что вот он еще про эту лягушку. Я помню, так мельком услышала, потому что у нас уже был ИСА, и я туда всегда бегала. Ну, в общем, да. «После того, как Лаура вышла за тебя замуж, она стала активным пользователем Инстаграм. Что ее побудило стать блогером?» Я не блогер. Ну, да. Она, конечно, себя блогером не называет, не считает. Более того, изначально я помню, что для Лауры было странно, когда непривычно, когда ко мне люди подходили, и мы на улице поздороваться, сказать спасибо за выпуск или сфотографироваться. И это же такое. Я к этому привык. Ты в целом к этому привыкаешь, если ты публичный человек. А потом она попала в мое пространство. И даже когда у нас какие-то были такие очень, ну, не то что интимные, но наши моменты, где мы просто хотим посидеть, поговорить, а людей не остановишь, для Лауры было странно. Но в какой-то момент я помню, что даже какие-то комментарии казались, ну, могли на Лауру влиять, да? Ну, да, я говорила им, да. Раздражать, обижать. «Почему они так говорят? Они же не знают нас». Ну, или меня. И вот, да. Меня возмущали некоторые комментарии. Но сейчас я просто стараюсь не обращать на них внимания. Ну, это был такой процесс, он длился несколько лет. Это не сразу произошло, вот, с привыканием, с принятием этого всего. И впоследствии даже, я помню, мы, где же мы были? То ли мы были в Турции, то ли где-то. И Лаура говорит, я хочу 10 тысяч подписчиков или что-то такое. Ну, да. Я хочу, чтобы мне было 10 тысяч, и чтобы у меня… Ссылка прикреплялась, что-то такое, да? Ссылка прикреплялась, там такие гидоправила раньше были. Я хочу, чтобы у меня в сторис тоже ссылка. И что-то мы с этого начали как-то помогать вместе с друзьями, там, и я страницу немножечко продвигать. И все. А дальше… Вообще, Лаура даже камеру себе купила. У нее даже есть специальная блогерская камера, чтобы снимать видосы, делать фотографии. Ну, мы их детей купила. И она все грозится, что сейчас диасик подрастет, и я активно буду заниматься блогингом. Так что мы ждем. Или что-то конкретное. И вы ждите. Это не точно что будет. А пока подписывайтесь. Балмбетова, Лаура. Да. А что-то конкретное было? Я правильно помню? Что? Или что-то было такое, после чего ты решила, я в блогинг? Нет. Вообще, изначально реклама, как бы она всегда стучится ко мне в директ. Но я ее просто не беру, потому что я не хочу обманывать свою аудиторию. Ну, ту небольшую аудиторию, но все же. Вот. Не, ну не так, не так. Что? Как будто тебе только какие-то атеистические схемы предлагают. Нет, нет. Я же изначально говорю. Ну, допустим, я просто этим не пользуюсь, поэтому, да, я их не беру. Вот. Но я помню, что я сказала, я стану блогером. Ну, так, да, для себя. Возьму рекламу, если это будет какой-то крупный мировой бренд. И ко мне зашли Банк и Самсунг. Вот. И с этого, наверное, можно более-менее так сказать, что я где-то начала что-то рекламировать. А пару недель назад еще и крик. Я называю это рекомендацией. Да. Вот. Классно. Тимур Ротом из Казаларды. Проявляется ли в его характере южный менталитет? Нет. Он вообще, мне кажется, он больше американец какой-то. Ну, в смысле, не так, что он американец. Хейтер привет. Хейтер вергесалем. Бресалем. Это больше сказывается в его видении, да? Ну, он старается развивать и культуру, да, как-то нашу казахскую, там, выпуски снимает на важные темы. Ну, прям, чтобы вот что-то в каких-то бытовых моментах. Ну, есть равно. Ну, я регулярно требую плов. Ну, нет. Ну, ты же не у меня его требуешь. Ну, в целом. Начнем с того, что плов я не очень хорошо готовлю. Готовлю иногда, но очень редко. Вот. Тима любит плов, но мы обычно просто едим его где-то. Вот. Ну, это не такое, что… Нет, ты классно готовишь. Зачем ты говоришь? Ты классно готовишь плов. Я люблю плов. Он у меня аль денте. И это самый полезный плов. Хорошо, ладно, идем дальше. Как Лаура изменилась после рождения сыновей? Какая она мама? Хм… Ну, начну с конца. Лаура – потрясающая мама. Она очень любящая, она очень внимательная. Она замечает вещи, которые я не замечаю. И иногда может даже в чем-то меня в хорошем смысле остановить. Сказать, там, с Исой, пожалуйста, так не разговаривай. Потому-то, потому-то или что-то. И я это очень ценю. Она очень жертвующая мама. В первую очередь, собой она очень-очень жертвует. Она последняя. Я сегодня, кстати, статью прочитал о том, что в первые два года родители малышей накапливают недосып общим количеством 6 месяцев. Я думаю, что в связи с тем, что у нас первые… Последние три года подряд двое детей. У Лауры очень-очень большой накопленный недосып. Вот. Но это не мешает ей быть любящей, эмоциональной, вовлеченной. Она очень вовлеченная мама. Она обожает наших пацанов. Вот даже когда иногда их хочется прям вот… Но она все равно не дает себе… Не дает воли таким эмоциям сделать. Ну, нет. Я могу. Не говори только хорошая такая. Нет, нет, нет. Ты потрясающая мама. Я думаю, что, конечно, мы все сравниваем. Ну, то есть, семьи разные. Недавно одна мне женщина говорит, я дома много кричу на своих детей. Она говорит, ну как много кричу? Это если сравнивать там с другими семьями, я много кричу. А в нашей семье это нормально. Поэтому это все, наверное, в сравнении. То есть, я вижу, что ты потрясающая мама. Могу это абсолютно уверенно сказать. Как изменилось после родов? Я знаю, что… Я не знаю, я могу сказать, что Лаура, она расцвела даже внешне. Мы даже смотрим старые фотографии до детей. Думаю, ой, ничего себе, такие вообще другие. Вроде так много времени прошло. Но мне кажется, что ты себе сейчас больше нравишься. Ну да, да. Чем до детей? Думаю, что да. Угу. Лаура стала более занятой, потому что у мамы куча ответственности. И у мамы и у жены куча ответственности, куча задач. Вот. Поэтому нам приходится отвоевывать свое время. Мы на днях… Мы часто стараемся убегать. Да, да. У нас на днях впервые за долгое время получилось просто закрыться в кухне, детей отдать маме и няне. И мы вдвоем готовили еду, открыли бутылку вина, включили музыку. И мы такие… Как мы соскучились просто по себе. Так я по себе скучал. Да, да. Как мы по этому вообще скучали, что просто вдвоем… По этой легкости, да? Да, это было очень здорово. Так что… Вот. Изменения есть, но они… Они хорошие, мне кажется, они здоровые. Так. Так. Тимур однажды сказал, что понял, что ты та самая, потому что осознал, я готов все менять ради нее. И без нее я не буду тем, кем задуман. Как сильно он изменился в семейной жизни? Опять же… Я не скажу, что он кардинально прям поменялся. Я думаю, что это больше такая усталость накопленная и у меня, и у него. От того, что мы не высыпаемся, устаем. Ну, то есть у нас же есть еще и работа, и какие-то семейные обязанности, да? Бытовые. У него нет времени на себя, вот скажу так, наверное. От этого страдают все. Ну, то есть он… Для него самое, наверное, вот такое вот, да, что он хочет делать, в первую очередь, это высыпаться. Но наши дети жаворонки, и они просыпаются в 6 утра, а раньше в 5 утра, когда время не перевели еще. И это было очень тяжело, потому что у нас там и встречи какие-то, и работа, и все на свете, а тут вот день начинается такой, с недосыпа. Вот, мне кажется, если бы он высыпался, было бы все замечательно, но… Тем легче было бы жить. Но все нас успокаивают, да, и говорят, вам нужно немножечко потерпеть, вот-вот, они подрастут, и будет легче, потерпите. Мы терпим. Да, я думаю, это такая штука на контрасте. Я до 37 лет был холостым и предоставлен сам себе. У меня была куча свободного времени. Мы когда думаем, что мы раньше делали со свободным? У нас было так много свободного времени. Куда мы его тратили? Ну, то есть, теперь я понимаю, для кого пишут всякие статьи, подборки, типа, 10 сериалов, чтобы посмотреть за выходные подряд, с сезонами, знаешь. Это сейчас кажется невообразимым иногда, там, одну серию невозможно полностью даже посмотреть. Но я к чему, что вот ты живешь до 37 лет, у тебя очень много свободы, и ты, там, выделяешь время для себя, у тебя, может быть, там, час на чтение, там, час на то, чтобы вести дневник, час на то, чтобы сходить на прогулку, и плюс ты еще успеешь работать, там, по три часа в зале тренироваться, с друзьями встречаться и все такое. Сейчас это, это просто кажется невозможным. Да, это кажется невозможным. Поэтому, наверное, иногда мне сложнее с тем, что я не могу оставаться наедине с собой столько, сколько, или так часто, как мне хотелось бы, и высыпаться. В целом, вообще, это же тоже, опять же, наш выбор, да, то есть мы могли бы оставлять, там, подключить вторую няню и все такое. Но он выбирает, да, он жертвует собой ради нас. И я это очень ценю на самом деле, потому что одна бы, мне кажется, ну, одной очень тяжело. Поэтому спасибо тебе, что ты жертвуешь собой ради нас. Тебе тоже ты делаешь то же самое. Но это временно, я думаю, что вот-вот. Да, да, мы просто договорились. Мы чувствуем, что как будто бы становится немножечко легче. Да. После года жизни есть. Не торопитесь заводить ваших детей подряд, не торопитесь, не слушайте их. Вы часто путешествуете вместе. Есть ли страна, куда вы хотели бы переехать всей семьей? Хм... Мы раньше это обсуждали. И да, мы вместе побывали уже в большом количестве стран. Но Лаура раньше говорила так, если тебя позовут в Америку и дадут тебе классную работу на большом канале, ладно, я готова переехать. Хм... Ну, типа, чтобы он был там какой-нибудь, как Копра. Хм... Тогда да, а так нет. Видите, какие амбиции у моей земли. Конечно, мы растем очень быстро. Ну, потому что я тебя... Ну, да. Расцениваю правильно. Хм... Спасибо. Для меня раньше Америка была такой любимой страной. Но как раз в Америке я понял, что я очень люблю Лауру. Не могу без нее. Хочу вернуться. Хотя никогда я не хотел уезжать из Америки. То есть вот... Мои коллеги знают, что я два раза в год на месяц уезжал в Штаты. И я всегда считал дни, чтобы не хотел возвращаться. А потом, когда влюбился, я понял, что я хочу в Казахстан. Буду в Казахстане на Лаури. В целом, сейчас с годами, где бы мы не были, где бы мы классно не отдыхали, как бы нам не нравилось. Там нас всегда тянет назад. Мы поняли, что мы очень-очень себя круто чувствуем в Казахстане. Любим Казахстан. Знаем Казахстан. Нужны в Казахстане. Это наше место. Поэтому у меня, по крайней мере, нет такого. Мы несколько раз там... Были же разные бумы. Купить дом в Турции или квартиру в Турции. Да, у нас даже возможность была в Америке родить, но мы не захотели. Да, или родить в Америке, чтобы у ребенка... Многие рожали, чтобы было гражданство. Но мы долго об этом тоже говорили. А потом мы поняли, что нам это не нужно. То есть нам не надо, чтобы у нас был... Как это называется? Ребенок-якорь. Нет, ну потому что сейчас у нас в Казахстане, мне кажется, очень круто. Очень вкусно. Потому что вот, когда мы особенно где-нибудь путешествуем, да, иногда, и нам невкусно. И мы такие, блин, а вот у нас столько вкусных мест. А вот у нас, а вот, блин, там у нас все близко. Только родители с двумя детьми подряд поймут ценность еды. Как ты ценишь вкусную еду. Это становится практически единственным твоим развлечением. Вкусная еда. Да. Ну, в общем, в Казахстане хорошо. И я не из тех, кто постоянно ругает Казахстан, да. Ну, у нас есть, конечно, над чем работать. И мы стараемся работать над этим. Но, мне кажется, не все потеряно. Ну, гипотетически, куда-нибудь ты могла бы переехать? Какая бы страна больше тебе подошла? Блин, мне кажется, что нет. Ну, я не готова никуда переехать. Типа, работать здесь, путешествовать, это классно, мне кажется. Но переехать, мне кажется, нет. Мне нужны мои родственники. Мне нужны мои подруги, там, и все на свете. Наши рестораны, все. Мой дом. В прошлом году мы впервые уехали на целый месяц зимой. Мы поехали на Бали через Таиланд. И, несмотря на то, что весь этот месяц было очень классно. И даже мы пропустили здесь землетрясения страшные, благодаря тому, что уехали. Ну, то есть, там, классная вилла, бассейн, классный климат, там, отель и все такое. Все равно мы хотели домой. Дома все равно лучше. Все равно хотели домой. Так что, вот такой ответ. Мы хотим быть в Казахстане. Играет ли роль разница в возрасте и в каких моментах это особенно заметно? Ну, в нашем случае у нас разница 9 лет. Вот. Я не ощущаю прям сильно разницы, потому что, наверное, где-то внутри я такая постарше. Ну, не знаю. Мне кажется, даже ни в чем у нас такого не бывает. У нас общие интересы. Мы смотрим одни и те же сериалы, кроме «Офиса». У нас общие друзья. Мне кажется, нет. Ну, в нашем случае. Раньше в начале было. Просто сейчас уже не помнишь, потому что из-за детей мы оба лишь бы выспаться, лишь бы пораньше лечь. Но раньше ты хотела тусить больше, чем я. А, ну да. Тебе было нормально ночью собраться куда-то пойти, погулять, сорваться в любой момент. А я такой, нет, отдыхать. Ну, это было всего лишь, наверное, полгода. А потом просто я как-то переняла его ритм жизни. Скорее всего, так произошло, да? Угу. Теперь он у нас общий. Теперь, да. Советуетесь ли вы с Лаурой при выборе гостей для своих интервью? О, да. Да. И Лаура крутой советник в этом плане. Потому что если… Иногда я могу даже сомневаться, но не могу выразить, почему я сомневаюсь в том или ином герое. И Лаура может вот так вот прям и указать мне, сказать, ну, там, человек же вот то-то, то-то, то-то. Я такой, ааа, точно, именно поэтому меня не пускает просто. Я, да, обсуждаю, прихожу, говорю, у меня такой план на следующий, там, несколько месяцев. Хочу снять вот этих, этих, этих. Она говорит, классно, классно, классно. А вот этот почему, там, грубо говоря, и так далее. И иногда бывает, что мы обсуждаем, она говорит, а, ну, все супер. Поэтому спасибо, что ты в этом участвуешь. И иногда мои сомнения можешь развеять, а иногда можешь действительно помочь сделать правильный выбор. И вовремя сказать там нет или остановить себя. Да, ну, просто мы еще и работаем вместе, поэтому я чуть-чуть участвую. Да, чтобы вы знали, Лаура неотъемлемая часть, честно говоря. Потому что без нее бы это все было совсем по-другому и не получалось бы, наверное, так. Ну, и у нас бывают запросы на партнерские материалы, всякие партнерские интервью. И вот там еще больше, так как Лаура из рекламной сферы, она может помочь мне разобраться вообще, стоит, не стоит. Бывает. Из-за чего Лаура чаще всего может обидеться? Ну, это все, наверное, можно назвать одной такой штукой, когда я забываю уделять ей внимание. Вот просто в суете. И это может вылиться в разных формах. Но в целом то, что там я забегался, условно там я забегался, например, и из-за того, что я ничего не успеваю, у меня разбросаны лежат вещи. И я понимаю, что это неправильно и для нее это дополнительная нагрузка. Потому что я могу просто это взять, пойти там, отнести в белевую корзину, а я еще такой думаю, нет, я это еще раз одену. И потом, и это тоже еще раз одену, и потом это все лежит и копится. А я там параллельно думаю, что у меня монтаж, мне еще нужно связаться по этому ролику и еще вот сделать вот это. И там съездить туда-то, еще врач и все такое. И во всей этой суете очень часто я просто забываю остановиться, забываю пригласить ее на свидание. В последнее время вот это, наверное, одна из вещей, которая чаще стала появляться, что я забываю Лауру приглашать на свидание. Ну, это внимание, просто вопрос внимания, наверное. Разделяете ли вы с Тимуром домашние обязанности? Ну, нет, на самом деле вся такая домашняя работа, она на мне больше, потому что, ну, вот у него есть еще и работа и дети. Ну, с детьми он мне помогает постоянно, всегда. Но какие-то вот бытовые дела я его не загружаю, потому что у нас есть помощница, она приходит раз в неделю, а в течение недели поддерживаю порядок я. Вот, то, что он перекрывает меня с детьми, это вот очень-очень-очень большой процент помощи мне. Ну, это наши с тобой дети, я с ними обожаю тоже время проводить. Поэтому... Какое у вас с Лаурой любимое совместное времяпрепровождение? Мы очень любим массаж, но редко на него можем выбраться. Мы очень любим море, отдых, вообще такой пляжный отдых. Раньше, если нам нравилось выбраться куда-то, когда мы были вдвоем и на ногах, там, город исследовать, сейчас мы понимаем, что нам надо добраться до песочка, до классного моря или до бассейна и полежать и отдохнуть. Вот, мы любим смотреть кино вместе, но в последнее время это тоже происходит все реже. Теперь у нас походы в кино по утрам, потому что мы сына отвозим в садик старшего младшего с няней, а мы можем на утренний сеанс куда-то успеть сходить и посмотреть. Ну, хотя бы так. Вкусно покушать. Раньше, да, когда любили готовить вместе и вкусно есть, сейчас больше просто вкусно есть. Находить какие-то классные ресторанчики там и устраивать друг другу такие ужины. Тимур упоминал, что у него в Штатах есть вторая семья и почему он их так называет. Ну, да, я знала. Я знала изначально, когда мы еще были, даже не были парой. Называет он их, потому что дети выросли с ним. Ну, то есть есть Джефф и Лена. Это его очень близкие друзья на самом деле. Когда Тимур был еще студентом, он подрабатывал у них. Все думают почему-то, что Тима учился или работал в Америке и вот так познакомился с Джеффом. На самом деле нет, он был здесь. То есть Лена с Алматы, Джефф приехал и тоже здесь работал. Тима помогал им в их какой-то компании, да. И все, так они подружились очень. Потом компания распалась, а дружба их не распалась. Вот как-то так. Просто дети были маленькие. Тима им помогал очень часто. Даже была история, есть история, когда они улетели, когда Катьке было 3 года и они оставили... 4 или 4, что такое маленькие. Да, они оставили просто маленьких двоих детей на студента. И улетели просто... Никогда так не делайте. И улетели просто... Такое устроили себе... Свадьба на путешествование. А, да? Серьезно? Годовщина у них была. Годовщина на свадьбы, да. Да, они улетели вдвоем. Тима остался. И так вот они вместе с тех пор дружат, общаются очень близко. Сейчас ребята уже взрослые, замужние, женатые. И вот... Ну, на самом деле Тима больше, мне кажется, к Джеффу относится на уровне что-то отца, да? Да, друга, наставника, отца. Все вместе. Как-то так. Ну, потому что Джефф и Тимин папа одного возраста. Вот. Но при этом они очень хорошо дружат. Все знаешь? Все. Это мы остались... Я остался с детьми. И Маркус, которому тогда было, по-моему, 6 лет, я ночью сплю. Ко мне приходит маленький Маркус. Будет у меня. И такой говорит, Тимур, Тимур, я себя плохо... На меня просто... Ужастная история. Вот так вот порция картошки, фри, вот так в кровать на меня. А мы до этого днем ходили в какой-то фастфуд. Я думаю, о-оу, я сломал ребенка. Так что и такое тоже было. Но сейчас мы называем Джеффа аташкой для наших детей. Вот. Потому что он с ними классно очень играет, проводит с ними... Ну, да, они прям очень любят с ними играть. Несмотря вот на языковой какой-то барьер, у Джеффа небольшой русский. Такой очень базовый, я бы сказала. Но они как-то прям очень сусой понимают друг друга. Как у детей уровень. Ну, как у Диаса примерно. Вот. Привет, Джефф. Теперь он наша семья. Привет, Джефф. Ну, то есть, хочется все время быть активным участником всего происходящего в семье. Не просто там быть таким каким-то холодным отцом или холодным мужем, который вроде есть и там вроде обеспечивает, но не вовлечен в процессы. Забота, наверное, самопожертвенность какая-то. Много веселья. Ну, то есть, мы очень любим веселиться, дурачиться. Там, условно, у нас каждый день с детьми танцы по расписанию. Мы танцуем, включаем музыку. Да, проводить время вместе, наверное, качественное время, забота. Ну, и вот какого поколения я, и я проактивен в том, чтобы разговаривать. И разговаривать с Лаурой, и разговаривать с детьми, и доносить то, что происходит у меня внутри. Или помочь детям, там, условно, проговорить то, что происходит у них в сердце. Потому что у нас, наоборот, то есть, наше поколение это пропустило. Наши родители не совсем могли на это обращать внимание в силу экономического, исторического периода. Вот. Но мне хочется, чтобы наши пацаны могли отождествлять и понимать то, что у них внутри происходит, и выражать это тоже. Я согласна с тобой. На кого по темпераменту похожи больше Иса и Диас? Мне кажется, Иса похож на меня. Он такой очень-очень-очень упертый. Ну, то есть, если он не хочет, его не заставишь. Я была точно такая же в детстве. А Диас? Он меняется, мы даже не знаем. Но он такой был у нас просто ангелочек. Да, нам казалось, наконец-то спокойный ребенок у нас. Такой вот прям он был такой милашка. И тут начал просто ваааа. Он что-то хочет и начал отвечать. Дубасить что-то. И еще я сегодня проснулась, вот буквально он никогда так не делал. Но сегодня мое утро началось с того, что он подполз ко мне, и раньше он мне делал вот так. А сейчас он просто подполз ко мне, и так, 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 и просто бил меня по лицу. По лицу. Наверное, раз шесть точно он меня ударил, я была в шоке. Вот. Потом говорю, в кого ты превращаешься просто? Ну, он меняется. Пока непонятно, на кого он похож. Да, годик еще рано, да. Пока еще рано судить. Но Иса... Очень сильная воля, у Диаса очень сильная воля. Ну, да. То есть он тоже, он уже с Исой может бороться за что-то и не отпускать. Ну, он еще актер, мне кажется, вот он актер. Он такой вот так плачет. Вот. Ну, это мы знаем в кого. Да. В театре у нас только один человек. Но в театре жизни главная актриса. Окей. Окей. Как и когда ты понял, что любишь Лауру? У нас были очень классные свидания. После них вообще не хотелось расставаться. Мне кажется, что я прям вот стопроцентно осознал и там прям до боли внутри физически почувствовал, что я без нее не могу, когда я уехал в Америку. То есть у нас была небольшая разлука. Несмотря на то, что достаточно быстро, может быть, в течение первого месяца, полутора месяцев, я уже понял, что это точно моя женщина. Вижу нас вместе. Но когда мы расстались на месяц, просто из-за того, что я в отпуск уехал. Вот тогда я понял, что вообще не могу просто, я не могу, я хочу назад, я хочу к Лауре. Вот у меня это не было с первого взгляда в один определенный момент. У меня прям нарастало, нарастало, нарастало. И в итоге вот так вот и произошло. У меня точно такой же вопрос. Ага. Да, любви с первого взгляда не было, потому что мы знали друг друга давно. Вот. Для меня это было неожиданно, что я ему нравлюсь. Я доверилась просто и все. Но я понимала, что он мне нравится где-то в глубине души. Поэтому сказала, а, да, хорошо. И вот с каждым днем мы начали общаться все больше. То есть мы очень много разговаривали. Мы однажды, мне кажется, просто весь вечер мы шли всю дорогу и просто мы захлеб разговаривали. Я понимала просто с каждым пунктом, что вот мы везде совпадаем и везде у нас одинаковые взгляды на жизнь. Поэтому, да, когда он уехал через два месяца, это вывод, да, в Америку. Через два месяца, вот как мы начали встречаться, он уехал в Америку. И вот тогда, да, мы поняли, что просто каждый раз не хватало. И я думала, блин, может, он приедет пораньше. Я не умею показывать такие свои чувства на канале. Мы все учимся, мы все учимся, да. Это мы, Балым Бетовым. Спасибо большое ребятам и за Эль Казахстан за классные вопросы, за такой формат. Мы редко вообще, мы один раз с тобой, да, даже не вместе, а по отдельности друг друга снимали, делали вот что-то такое про нашу историю. Да, потому что все просили, и мы не знали, как все написать. И классно посмотреть и попробовать ответить глазами других людей, которые продумывали вопросы, и очень-очень здорово получилось. Надеюсь, вам тоже было интересно. Любить, мне кажется, любовь спасет мир. Но не рожайте подряд. Ну, блин, как-то мы тоже, вдруг вот людям нравится не спать. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok